Дорогие друзья! Дорогие друзья! Расширенное обязательство производителя? Да. То есть вы представляете практически всех производителей авто? Я представляю ТО-оператора в Южно-Казахстанской области, непосредственно кто занимается утилизацией автомашин. Сколько уже машин на сегодняшний день? На сегодняшний день уже более 500 автомобилей приняты в Южно-Казахстанской области. А как давно начали? Начали 21 ноября, как запустилась программа. То есть месяц с небольшим хвостиком, а если убрать и выходные, то получается практически за месяц. Да. Люди активно пользуются программой? Очень даже. Наши жители Южно-Казахстанской области, они действительно очень активны. Ну вот эта сумма уплачиваемая, она делится на две категории? Две категории. То есть 48 тысяч тенге и 150 тысяч тенге. То есть если автомобиль в полной комплектации имеет наличие все части, то 150 тысяч тенге. Эти части обязательно должны стоять на своих местах? Или можно даже в багажнике и в салоне? Да, конечно. То есть независимо от того, на ходу машина, не на ходу, главное, чтобы все запчасти были? Да, чтобы все было на месте. Здорово. Тогда 150 тысяч? Конечно. А у нас больше, в какой категории? Все 150. Все 150, не хотят 48 получать? Конечно. Это вы как-то содействуете или это вот само так получается? Почему? Люди уже тоже понимают, что 48 и 150 – это большая разница. Действительно легче, наверное, какие-то запчасти найти. Поэтому… Но вот какой сам порядок? С чего должен начать человек, который решил сдать машину в уйти? Во-первых, если он является владельцем автотранспортного средства, то он снимает с учета на утилизацию. То есть это первый необходимый документ. Второй необходимый документ – это справка с банка о наличии расчетного счета. С машиной, с двумя этими справками, удостоверение личности к нам мы принимаем. Ну, на одну машину максимум у нас уходит полчаса. Но если по банковской справке все понятно, первую справку, о которой вы сказали, о снятии с учета, где ее нужно получить? В районах это ГАИ, у нас в области это областной спецсон. Ну, а будут ли как-то проверять, уплачены налоги или нет? Это спецсон проверяют. Это спецсон проверяют. Наверное, только после проверки и уплаты? Обязательно, да. То есть после, как они все это проверили, только потом они выдают данную справочку. Интересно вообще. Какие документы мы озвучили? Как должна выглядеть машина, мы озвучили. Мы не назвали, куда можно привезти машину. В интернете у нас на сайте адресы все указаны, но Капал-Батыра, 5-й километр, без номера, территория Ондер-Эстек, 67. Ондер-Эстек, это что это? Это промзона. Промзона, да. Понятно. Непосредственно, где находится наша база, где складируем эти автомобили. А вообще есть какая-то определенная квота? Вот вы приимете определенное количество, а выше уже нет? Да. На Южно-Казахстанскую область пока квота до конца года 1100 машин. 1100 машин. Так что, дорогие телезрители, если вы хотите сдать свою машину, поторопитесь. Время еще есть. Данная программа действует до Нового года. А что будет после Нового года? После Нового года, я думаю, мы продолжим принимать, но может быть уже по другой программе. Но вот одно время говорилось о том, что не денежные вознаграждения будут, а все-таки сертификаты на приобретение нового авто, на уплату первоначального взноса. Пока неизвестно. Нам как объявят, в принципе, пожалуйста, это все будет сразу объявлено и в интернете, и в средствах массовой информации. Было бы здорово. Но я надеюсь, что вы нам обязательно расскажете, если будут какие-то изменения. С удовольствием. Ну, спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо, что пришли, нашли время, рассказали. Ваши пожелания всем, кто нас сейчас смотрит. Всех на наступающего Нового года. Ждем. У кого остался этот старый автохлам, пожалуйста, приезжайте к нам. Спасибо. Всего доброго. С наступающим. Субтитры подогнал «Симон»